Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее пяти лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. В четверг, 24 октября 2024 года, в межрайонной ФНС России номер 30, состоится День открытых дверей. Мероприятие будет посвящено вопросам уплаты налогов физическими лицами. Приглашаем всех желающих принять участие в Дне открытых дверей, задать интересующие вас вопросы, разобраться в особенностях и тонкостях налогообложения вашего имущества, проверить, учтены ли льготы при расчете налогов, узнать состояние вашего единого лицевого счета и нет ли у вас задолженности за прошлые периоды, а также получить любую иную информацию, связанную с налогообложением. В этом году мы традиционно уплачиваем налоги за принадлежащее нам имущество, то есть за земельные участки, квартиры, жилые дома, гаражи, а также за транспортные средства, суммы налога на доходы физических лиц, не удержанные налоговым агентом. Исчисленные к уплате налоги указаны в налоговых уведомлениях уже с учетом имеющихся льгот у налогоплательщика, а также с учетом налоговых вычетов, которые положены применять при расчете налогов. Единый срок уплаты налогов, предъявленных в уведомлениях этого года, приходится на понедельник, 2 декабря 2024 года. Указанные в уведомлениях суммы должны быть уплачены не позднее этой даты. Впервые в этом году физические лица будут уплачивать налоги с доходов, полученных в 2023 году с банковских вкладов. При этом облагается не сама сумма депозита, а начисленные на нее проценты. В 2023 году необлагаемая сумма налога с доходов в виде процентов составляют 150 тысяч рублей. Если процентные вклады были открыты в нескольких банках, то проценты для расчета налоговой базы будут суммированы. При этом не попадают под налогообложения, доходы по рублевым счетам, процентная ставка по которым не превышала 1% в течение всего года, а также процентные доходы по счетам эскроу. Для уплаты НДФЛ владельцу вклада не нужно подавать декларации и расчет проводится ФНС самостоятельно на основании информации банков, которые они нам прислали. Если суммарно доходы в виде процентов за 2023 год превысили 150 тысяч рублей, то в своих налоговых уведомлениях вы увидите сумму налога, которую нужно заплатить.